Всем привет! С вами Важная из Крыма и я, Катя Негреча, наконец-то с вами встретилась здесь в этом формате для того, чтобы обсудить самые важные события, которые связаны с Крымом или произошли в Крыму за прошедшую неделю. Поехали! Вода, милитаризация и коронавирус. Это три важные темы, которые собираются обсудить в Организации Объединенных Наций. Кроме этого, в украинском МИД сообщили, что Украина вынесет как минимум два проекта резолюции, которые в том числе будут касаться проблем преследования крымских татар, ущемления языковых прав и сворачивания свободы слова. А еще ожидается, что на Генассамблее ООН выступит с докладом президент соседей России Владимир Путин. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, Путин собирается говорить о, следующем далее цитатом, многочисленных болячках человечества, которое обострило пандемию. Вот так вот. Ну, посмотрим. Сессия Генассамблеи планируется на 23 сентября. Будем внимательно следить за этими событиями. А пока мы обсудили в эфире радио Крымреалии вместе с экспертами, чего же ждать от этого мероприятия. Начнем мы наш разговор с Ольгой Скрипника, главой Крымской правозащитной группы. Она с нами на связи по телефону. Можно включить в резолюцию в связи с происходящими событиями или тенденциями в Крыму. И этот год не исключение. И как раз по ковиду, например, мы и передали в МИД наши предложения. И также будем передавать разные миссии стран, которые будут тоже принимать участие в голосовании. Что касается ковида, то первые две правки, которые мы видим, можно включать в резолюцию. Это то, что Российская Федерация не обеспечила необходимых норм для защиты гражданского населения. И призываем к тому, чтобы как раз-таки на это обратили внимание, что Россия нарушает Женевскую конвенцию в части того, что она должна была обеспечить все необходимое для защиты людей от кандемии, чего она не сделала. И второй момент связанный с тюрьмами. То, что Российская Федерация проигнорировала все рекомендации относительно местной свободы для защиты людей от ковида-19. На сайте Совета по правам человека при президенте России было опубликовано обращение к Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачилет и комиссару Совета Европы по правам человека Дуни Мьятович с призывом вмешаться в ситуацию, защитить право жителей Крыма на доступ к питьевой воде и предотвратить гуманитарную катастрофу на полуострове. Я цитирую сейчас по тексту этого обращения. Какова позиция, возможно, вы знакомы с ней украинской стороны по этому вопросу? С точки зрения международного гуманитарного права, в первую очередь, ответственность на Российской Федерации за то, чтобы обеспечить все необходимое, в том числе доступ к воде и к другим необходимым ресурсам, это ответственность Российской Федерации. И международное право говорит, что да, в случае каких-то проблем оно может обращаться к третьим сторонам за помощью в организации этого, но именно как оккупирующая держава в рамках международного гуманитарного права. Что касается кризиса, то на сегодняшний день говорить о том, что там есть именно гуманитарный кризис, который угрожает жизни и здоровью людей, такой ситуации на сегодняшний день нет. Есть перебои с водой, но они не дошли до той ситуации, которая бы говорила о кризисе. Но то, что Российская Федерация будет, конечно, использовать этот момент, она всегда использует возможные проблемы для того, чтобы каким-то образом поднять тему Крыма именно в том ракурсе, который нужен России. Поэтому я не исключаю, что, конечно, Россия будет вносить какие-то свои предложения. Но, опять же, это будет весьма странно выглядеть, потому что до России надо признать позиции резолюции и признать себя оккупирующей державой. Поэтому будем смотреть, как всегда будет вести Российская Федерация. Я не исключаю, что этот вопрос может подниматься и другими странами. В том числе и в рамках международного гуманитарного права. Поэтому, возможно, что вопрос воды будет каким-то образом рассматриваться и на третьем комитете, который рассматривает проект резолюции. Ну и потом во время самой Генеральной Ассамблеи. Что касается наших предложений как правозащитников, то мы не включали пункт воды, опять же, по той причине, что на сегодняшний день там нет той гуманитарной катастрофы, которая бы могла поднимать этот вопрос именно на уровне прав человека. С нами на связи Архан Гафарлы, политолог-международник из Турции. Одной из главных новостей, которые предшествуют началу работы этой сессии, является избрание председательствующим сессии Генассамблеи представителя Турции, Валкана Боскыра. И в связи с этим хотелось бы задать первый такой вопрос. Может ли это как-то повлиять на то, как будут обсуждаться в том числе вопросы проблематика Крымского полуострова? Как бы вопросы Черноморского бассейна, то есть Черноморского моря, и вопросы безопасности, также вопросы улучшения отношений стран в Черном море. То есть она активно обсуждается и в Турции, и в других странах. Но вот из-за позиции России, то, что она не идет на переговоры и продолжает министерализацию полуострова Крыма, также вопрос Керченского пролива, другие вопросы показывают, что пока что диалог не получается с Россией. Любите ли вы считать деньги? А вот кто-то их считает и даже вот такие суммы звучат. Триллион гривен. Такую сумму Украина оценила ущерб от аннексии Крыма. Представьте себе. При этом добавили, что цифра эта не окончательна, поскольку агрессия России все еще продолжается. На сегодняшний момент украинское государство направило уже шесть обращений в Международный уголовный суд, где говорится о нарушениях международного законодательства на территории полуострова. Россия же, в свою очередь, заявляет, что все решения арбитража по этим вопросам, по искам, связанным с аннексией Крыма, незаконные. Возможно ли взыскать ущерб за аннексию Крыма от России? Как отреагирует Кремль, если международные суды все же вынесут решение о выплате Украине компенсации? И нужно сказать, что ответ на эти вопросы мы успешно нашли в эфире радио Крымреали. Наш сегодняшний разговор с Александром Молоховым, главой экспертного совета по международно-правым вопросам при российском правительстве Крыма. На мой взгляд, вот эти претензии, они с одной стороны носят такой антимический характер, с другой стороны юмористический. Понимаете, цифру на мой взгляд, однозначно кто-то взял с потолка. Я удивляюсь, что прокуратуре автономно будет чем больше заниматься. Никаких методик подсчета каких-то вот компенсаций в кавычках за аннексию в кавычках Крыма быть в принципе не может. Нельзя сидеть на двух стульях, нельзя одновременно говорить об аннексии, нельзя одновременно при этом ссылаться на соглашение о защите иностранных инвестиций. Но дело даже не в этом. Дело в том, что безусловно у России свой есть ответный, так сказать, счет. Я не знаю, как можно что-то посчитать применительно к событиям с 1991 по 2014 год. Я совершенно точно знаю, что конкретные предприятия имеют конкретные претензии к Украине и заводную блокаду, и ЗНР к блокаду. И я конкретно занимаюсь этими делами. И в ближайшее время будет подано соответствующая жалоба в комитет ООН по правам человека от Красноперекопского рыбокомбината. Вот если европейские суды согласятся с доводами украинской стороны и начнут просто... Ну, не признает Россия, не признает. Что же теперь делать? Но самолеты все равно или корабли будем арестовать, или еще, может быть, трубы от этого несчастного Северного потока-2 будут арестовывать. Вот если арестовывать начнут, тогда Россия будет продолжать говорить, что она не признает решений, и это там пиратство? Или все-таки тогда придется искать какой-то компромисс? Ну, во-первых, самолеты не являются недвижимым имуществом, это раз, они приравнены к недвижимости. Во-вторых, те самолеты, на которые наложен в кавычках арест, ну, я даже, честно говоря, высмеял это все там в своем телеграм-канале, потому что это те самолеты, до которых добраться невозможно, это самолеты, которые летают в Крым, они не летают больше никуда, они летают внутри России, поэтому арестовать эти самолеты, в принципе, даже теоретически невозможно. Вот, поэтому эта история, она однозначно не про какие-то обеспечительные меры в рамках каких-то арбитражных разбирательств. Мне неизвестно на сегодня, чтобы что-то по инициативе украинской стороны было действительно реально арестовано где-то за рубежом, какие-то активы Российской Федерации или каких-то частных лиц в связи с крымскими событиями. Поэтому поживем, увидим. Но, честно говоря, на мой взгляд, нынешняя крымская власть, нынешняя, извините, украинская власть настолько слаба, что ей очень скоро будет просто не до этого. Теперь с нами на связи Владимир Жбанков, российский юрист-международник и эксперт Дома свободной России в Киеве. Нужно начать, во-первых, относительно вот этой новости, материала про насчетный миллиард. Нужно, важно помнить, что он распадается на большое количество дел, имеющих разную природу. То есть, с одной стороны, это межгосударственные отношения, с другой, это частные лица пострадавшие. С третьей стороны, это конкретные нарушения по незаконному призыву в армию людей, незаконным задержанием, насильственным исчезновением, комплексом, связанным с нарушением прав человека, систематическим нарушением прав человека, как мы, например, видим в отношении крымских татар, которые связаны сначала с незаконным задержанием, потом незаконным осуждением, потом незаконным лишением свободы и множеством различных неприятностей и ущерб, которые терпят граждане, пребывающие на территории Крыма. Крыма. Поэтому это много разных дел. Несмотря на то, что Россия даже не только не ратифицировала римский статут Международного уголовного суда, но даже опозвала свою подпись из-под него, это не означает, что Россия не может быть привлечена к ответственности. Она может быть привлечена к ответственности в случае, если она совершает акты, связанные с угрозой миром и безопасностью в отношении человечества. Так как Россия осуществляет эффективный контроль на территории Крыма, соответственно, она обязана обеспечивать защиту прав всех людей, которые бывают на этой территории. Если на этой территории кто-то пострадал, то, соответственно, Россия не собрала своих обязательств по защите, взятых еще в уставе ООН. Поэтому непосредственно ответственность России доказать можно. Другой вопрос, как последствия, получить эти средства. Это уже вопрос более сложный, опять же, будет все зависеть от конкретных дел. Про Крым в своей жизни мы поговорили уже со многими украинскими селебрити, со многими экспертами, правозащитниками. Очень многие побывали за эти годы в наших эфирах, однако впервые к нам в эфир попал украинский телеведущий шоумен Анатолий Анатольевич в эфире радио Крым Реалии. Мы поговорили о том, когда же он был последний раз на полуострове, собирается ли он посещать Крым в ближайшее время, с какими планами туда поедет, если что, по каким местам скучает и с какими детскими воспоминаниями у него связан Крым. Послушайте. Во-первых, в детстве я могу хвастануть, что дважды я был в Артеке, благодаря моей бабушке, которая где-то там решала эти путевки. Я был в морском и в Янтарном, и тогда же я впервые, наверное, побывал в Крыму, мне кажется, и увидел Гурзуф тогда, совершенно еще маленьким мальчиком. А уже потом приезжал туда студентом, и мой товарищ был музыкантом в санатории, в этом военном пансионате, который прямо в центре Гурзуфа, там, где и Гагарин жил, и Леонов отдыхал, космонавты все наши советские. И он был музыкантом в ресторане, который на набежной территориально принадлежал этому санаторию. И вот я у него там жил в этих старых корпусах, и это было так круто, в этот парк ночью не зайти, а я мог, потому что там я жил практически неделю или две. И это было, конечно, тоже очень крутое воспоминание. А уже потом, когда я уже там был достаточно популярным ведущим, то я очень много работал в Пальмире Палас, который вот за Ялтой. И последние два новых года перед аннексией Крыма я проводил в Крыму. Мне очень нравилась традиция встречать Новый год в Крыму. И вот я прямо понял, что это мое. И вот два года подряд я, 12-13 года, я в начале января проводил в Крыму, в конец декабря. Поэтому исключительно, конечно, хорошее приятное воспоминание о Крыме. Но вот с 14-го года в Крыму я не был. То есть уже 6 лет, да, скоро будет с нами. Вот так. Куда первым делом после деоккупации Крыма? Потому что ты уже сказал, это у нас тоже в новостях было, что до деоккупации ты в Крым не собираешься ехать. Вот как только это случится, какие у тебя планы на Крым? Гастрольные, туристические или, может быть, с какими-то друзьями, знакомыми повидаться? Может, конкретные места знаешь уже, куда бы поехал? Ну, очень романтичный вопрос. И, наверное, ты знаешь, как вот моя старшая дочка Алиса, она уже там в 9 лет побывала на трёх океанах, она уже купалась в Индийском океане, гуляла со мной возле Тихого океана, ходила на корабле по Атлантическому океану. Но первый полёт и первое море, первый полёт на самолёте, это был полёт в Симферополь, и первое море, это было Чёрное море. И я очень хочу с ней туда ещё раз поехать. Вот в последний раз, получается, 9 лет, вот она была там, ну она была чуть позже, но вот 9 лет назад она была там, ей там было несколько месяцев, полгода, и она вот была уже в Крыму со мной. И вот, наверное, я бы очень хотел её опять туда привезти, искать вот это место, где ты впервые вообще увидела море. Я думаю, что для неё это тоже будет. Я уверен, так произойдёт вопрос времени. Это был бы, конечно, Гурзуф, это была бы вот эта часть Крыма, хотя есть места, где я там не был ещё до сих пор, и жалею, почему я там не был, почему я не успел там попасть, да, всё время, ну там какие-то вещи откладываешь. А потом я бы очень хотел вообще путешествовать по Крыму на автомобиле по разным местам, там, пожить и там, и там, вот мне бы так хотелось, наверное. Вот, наверное, этими займусь. Возьму кабриолет и поеду кататься по Крыму. А какие у тебя всё-таки прогнозы твои личные по ощущениям? Всё-таки ты из тех людей-оптимистов, которые говорят, что деоккупация будет, или из тех, кто говорит, да забудьте вы уже про этот Крым, но, скажем так, публично держит марку? Слушай, ну это... Вообще давать прогнозы – неблагодарная вещь, да, я бы с удовольствием... Если бы у меня был какой-то инсайт, я бы сказал, я вот хочу вам рассказать, чтобы всё будет хорошо уже через год. Я вот давал уже прогнозы по поводу коронавируса, я бы уверен, что к лету он поплудит всех, что он утихнет. Я ошибался. Поэтому по Крыму я не могу давать прогнозы. Я хочу, чтобы они были максимально положительными и оптимистичными, давай так скажем. И я... Ну я уверен при этом всём, что я обязательно попаду в Крым. И когда... Вот, к сожалению, не могу тебе сказать. Хочется пораньше, пока мы молоды, живы и здоровы. Пока я могу ещё там бегать марафоны, чтобы побегать там, я бы очень хотел. О, это, кстати, прикольно. Пробежать марафон в Крыму, это уже конкретные планы. Конкретная цель. Я бы хотел, например, за Луж, ты пробежать туда, в сторону Ялты. Не знаю, сколько это километров. Давайте посмотрим, проверим. Как ты думаешь? За Луж, ты в Ялту, по трассе сколько? Ну, в принципе, такой вопрос сейчас на километры, учитывая, что... Ну я не думаю, что это прям, конечно... Это, наверное, полумарафон скорее, или думаешь, что марафон ты уже сможешь пробежать? Нет, я думаю, это даже меньше, чем полумарафон. Сейчас скажу сколько, я вот сейчас проверяю. Так, из Алушты на набережную Ялты... А, слушай, это... Пожалуйста, внимательно смотрим, открывая Google Maps, и вот смотри, что получается. Смотрите, друзья, где-то показать. Озвучь нам, пожалуйста, озвучь нам, пожалуйста. Смотрите, вот Алушта, вот внизу, и вот я бегу в Ялту наверх. Ой, короче, я тут вообще не понимаю, что происходит. Короче, 44 километра. О, слушай, марафон, можно пробежать вполне. Это даже на 2 километра больше. Даже, ну, вообще кайф. Причем, нет, тут причем, понимаешь, можно по трассе бежать, это будет короче, либо можно через город. Короче, идеально все, я знаю, у меня есть мечта. Теперь пробежать из Алушты в Ялту в марафон. Это кайфово. Я думаю, что это вообще, это будет классно. Я уже заранее сразу тогда гарантирую, дорогие зрители, крымчане. Когда мы возвращаемся, возвращаем Крым, все хорошо. И я обещаю, гарантирую, я знаком со всеми организаторами украинских самых больших забегов. Это будет потрясающий марафон. Новостей про Крым мало не бывает. Все это вы можете найти на сайте Крымреали. Но здесь мы собрали для вас очень важные оценки экспертов и разные мнения. Я должна сказать, что вы обязаны просто подписаться на наш канал в YouTube, поставить свои лайки, обязательно комментировать тот контент, который мы для вас делаем. Вам привет от всей команды Крымреали. Ну, а с вами была я, Катя Некреча. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова